здравствуйте дорогие друзья с вами арза и сегодня продолжаем проходить модификацию ушедшая душа я тут за кадром попытался перейти обратно на динамическое освещение но эта локация не работает на любом другом освещении кроме статики поэтому мы с вами играем на статике имеем вот такую вот не очень приятную картинку но что поделать если по-другому никак у нас с вами на повестке дня некий контракт за счет которого мы узнаем где находится шкир что я готов контракт и что за первое задание по правде говоря я вас обману когда сказал что задание будет уж очень простым дело в том что в последнее время на наш бункер совершаются частые нападения со стороны мутантов и зомбированных сталкеров естественно наши люди без особых проблем отбиваются ведь уже привыкли но тут проблема в другом эти мутанты начали заводиться совсем неподалеку от наших баз из-за чего нападение не прекращаются но настоящая проблема все эти мутанты находятся в тех местах где раньше появлялись артефакты вы надеюсь помните что такое артефакты конечно вот и сейчас эти артефакты находятся под некой охраной монстров я не могу отправить исследователи к аномальным зонам ведь в них поселились мутанты и в то же время я не могу отправить туда бойцов ведь они попросту не приспособлены к аномальной активности а если отправить всех безопасность бункера окажется под угрозой и что же ты решил отправить меня туда одного формально да но не забывайте что никто вам не мешает взять себе кого-нибудь в напарники поспрашивайте вокруг бункера но не забывайте что навряд ли кто-то согласится на это за бесплатно что же их тоже деньги не интересуют заставит меня еще 10 контрактов подписать нет нет что вы это уже stalker их скорее всего интересует финансовый достаток что еще мне стоит знать после того как вы начнете выполнение контракта вы получите защитный комплект исследователя это лучшая защита от аномальных воздействий лучше любого сталкерского бронежилета единственный недостаток он имеет слабую пулестойкость за счет отсутствия каких-либо защитных пластин в нем также помимо зачистки вы должны будете доставить для меня пару образцов аномальной активности которые будут видны модифицированным детектором который вы естественно также получите а каких артефактов идет речь задолго до массового появления мутантов один из контрактников разместил в каждой аномальные зоне по сканеру благодаря чему я могу видеть наличие артефактов и даже что это за артефакты и на огромное везение это сейчас именно те что мне особенно нужны это новое образование которое практически нигде не появлялись с момента самого первого нахождения каких-либо останков аномальной активности это не те артефакты что уже какой год появляются в аномалиях и практически изучены хоть и на очень слабом уровне эти новые в их изучении я особенно заинтересован когда вы будете готовы к выполнению задания я передам вам костюм а также изображение я готов прямо сейчас отлично вот ваш комбинезон и снимки не забывайте что главная цель вашего задания не сражаться с монстрами а найти нужные артефакты надеюсь вы вернетесь живым и с результатами так гелий монолит василиск и глаз дракона знаете в чем дело глаз дракона василиск и гелий три артефакта у нас уже есть нам дали информацию об артефактах до снимок на котором изображена примерно внешность необходимого артефакта а также небольшой сборник полученный за все время информации нем где искать как искать и какие у него примерные свойства так это никак нельзя открыть мы получили комбинезон ну допустим он чуть-чуть получше будет ну давайте да нет смысл смысл мне его одевать вот серьезно у меня и так достаточно хорошая защита 12000 забирай пожалуйста он нам не нужен нам дали детектор на детектор это классно что-то еще можешь посоветовать так где мне искать гели сколько могу положить ну давайте почитаем где мне искать гелий у меня нет озвучки гелий электростатический артефакт поэтому примерно место его нахождения зона электрических аномалий где подтвержд что подтверждает прибор у нас просто есть гелий может быть не будем его искать вашем случае это заброшенное здание на северо-запад от входа в бункер обычно электростатический артефакт появляться именно там так чего стоит мне ждать от того места зомбированные сталкеры при виде вас скорее всего начнут стрелять вам в принципе не обязательно с ними сражаться по крайней мере не со всеми достаточно просто найти такое место где вас не заметят и прокраситься в места предположительных появления артефактов если кто-то на вас нападет при тихом убийстве есть шанс что пара зомбированных это все тревоги но вот зона пси-излучения другой вопрос я бы настоятельно порекомендовал подготовиться к походу туда и запастись соответствующими стимуляторами пси-защиты так василис где искать на первый взгляд я подумал что он как и гелий электростатичный артефакт но на мое удивление сейчас я зафиксировал его местоположение в гравитационно-аномальной зоне это горы на северо-восток от бункера я надеюсь артефакт заспанится еще раз ведь мы уже там его нашли горы что меня там ждет но удивлю на удивление в последнее время сталкеры не замечали там никаких признаков мутантов единственная значимая угроза гравитационной аномалии их нельзя временно активировать при помощи болтов поэтому будьте осторожны попадаетесь в одну из них будет очень сложно собирать вас по частям слышите там на заднем фоне сталкеры перестреливаться со снорками так а монолит где мне искать в лесу на юго-восток от бункера не знаю где точно находится но сам лес состоит из двух маленьких берегов разделенных болотом так а там не к чему готовиться водные мутанты иногда они выходят на сушу но большую часть времени проводят внутри химических болот они еще мало исследованы поэтому их части тела так бы мне не очень не помешали но это так к слову мы называем этих монстров ротанами передвигаются достаточно быстро их сложно заметить в траве поэтому будьте осторожны сам лес небольшой так что вы скорее всего в нем заблудитесь нужно кстати количество травы убить убавить я увидел этих ротанов действительно к траве можно не заметить так но глаз дракона где мне найти о это хороший вопрос глаз дракона огненный артефакт ну короче все понятно в принципе так сколько ему предложить сталкеров 5000 ну короче здесь больше ничего интересного у него нет у нас есть три артефакта и нужно найти пока оставим у нас кстати патронов от патронов там действительно маловато и у него нет патронов нам так нужных дроби у нас мало вот чем дело он ее не продает короче смотрите какое дело получается у нас тут есть три четыре точнее четыре аномальных образования и нам нужно найти с вами четыре артефакта никогда еще не приходилось работать с учеными но этот тип мне нравится умеет не давать не совать свой нос чужие дела все я думаю будет достаточно просто с какой аномалии мне интересно начать снорк убитый мною давайте начнем с того что мы сохранимся правильно я думаю это самое полезное в этой игре потому что в любой момент может случиться какой-нибудь вылет еще что-нибудь поэтому мы просто сохраняемся и отправляемся в нашу первую аномалию искать артефакт так количество травы вроде бы количество травы я уменьшил но как-то не особо она уменьшилась прям чтобы значимо ну я не вижу никаких здесь монстров да поможет так скажем нам силу наших артефактов получается это огненная аномалия и от этой огненной аномалии у нас в принципе вот термозащита здесь есть плюс 9 и тут ничего нет ладно надеюсь нас наши артефакты спасут и мы не будем получать какой-либо значимый урон это самое главное я уже вижу первый артефакт стой 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 брат главное просто вот 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 что самое главное у нас будет очень сильно теряться хп у броника но я вроде вот чуть подлатал так но это было просто это было просто мы нашли с вами что это за артефакт такой энергия артефакт появляющийся исключительно в химических и огненных аномалиях является гибридом артефактов пузырь и пламя из-за чего владеет положительными свойствами как отогненных так и кстати артефакт такой себе если честно ну вообще такой себе возможно мы просто в этой аномалии уже заранее нашли так скажем необходимый нам артефакт здесь мы должны были найти я так помогла с дракона да по-моему да ладно неважно здесь у нас следующий артефакт электростатический честно не помню но это в принципе не важно нам нужно просто искать чем мы сейчас и займемся так ну так первый готов главное просто найти хотя бы примерное местоположение этого артефакта пробираясь между аномалиями ну зомбируем здесь достатке где находится сам артефакт но я понял да я так этот готов стоит куда-то втыкает у тебя еще патроны кстати брат ну не так не пойдет патроны вас их можно пособирать потому что с патронами нас может возникнуть определенная проблемка так так у нас тут еще два пацана ничего себе и еще один где-то но пока я его не вижу неудобно нужен как у ого так я нашел артефакт нам нужно просто забрать артефакт правильно хотите сказать что он наверху а это та самая лестница на которой нельзя забраться или я чего-то не понимаю пацаны хотят это повоевать но у них это не очень хорошо получается артефакт там похоже нужно забираться в здание да но эти лестницы они не рабочие посмотрим что есть это просто я не набрать ну другой вот дробь да дробь это положительно скажется на нашем инвентаре еще придет то еще один пришел парень опять же не можно забрать дробь вроде бы больше пока никто не хочет нам наведаться давайте заберемся наверх я вижу лестницу и возможно таким макаром интересно на самом деле интересная локация я не знаю откуда взяты так скажем эти здания но возможно здесь нас и встретит тот самый артефакт не на брат но у тебя помнит шанса да жалко нельзя в одной руке держать емочку а в другой перестреливаться да да похоже артефакт у нас на крыше находится очень похоже на это на крышу нужно просто пройти на один пролет выше мы под ним поднимаемся вот сюда вот так у нас кстати там виднеется тайничок с каким-то комбинезоном владеющим очень даже классными характеристиками но по факту по но он получше да будет вообще во всех характеристиках ну ладно давайте пока с ним побегаем так ну и нам вот сюда вот что главное просто не вляпся в аномалию здесь все слепит аккуратненько что это забираем этот василиск да это же василиск у нас с вами целых два василиска и кстати наверное все таки стоит ну нужно нам пока или нет у нас в принципе перевес особого нету можно будет повесить один василиск на пояс и вот этот вот артефакт это у нас сами здоровья ну давай давайте его повесим вот так вот это будет выглядеть ну все вы на в этой локации я похоже все уже нашел ухты стоять еще один артефакт кстати очень да похоже здание на здание из агропрома еще один василиск да да вы угораете ну это я разбогатею так скажем очень 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 нехило вообще в принципе все равно то что происходит то что меня может ударить аномалия ладно давайте чё другую локацию отправляться так следующее на очереди у нас аномалия скалы да я здесь был в прошлой серии забирался и тем же самым путем и я уже нашел здесь артефакт не помню какой из этих артефактов тут по-моему наверно гелий все-таки и я так понимаю здесь не будет больше артефакта да так оно и есть я уже предугадал наш контракт и артефакта здесь больше я не наблюдаю поэтому нам остается с вами найти один из артефакт я так понимаю это тот самый монолит который я еще ни разу не видел потому что я зашел в лес увидел там ротанов испугался и убежал да сейчас наша самая главная задача это просто перестрелять этих злечих тварей нужно с этого и начать нужно просто согреть как-то так чтобы первый готов вот нужно еще не забывать а ты все умер не забывать собирайте части вот этих ротанов потому что я так понимаю за них нам ученые заплатит я именно еще поэтому хочу перестрелять еще один не ну они какие-то вообще бесполезные я думал они будут потяжелее что хоть с них падает-то ну филе ротана и икра ротана интересно мясо водных мутанток встречается только на забытых краях имеет на удивление очень полезные свойства среди которых особенно выделяется рост мышечной ткани на основе такого мяса могли бы выйти отличные витамины но вы этот вид мутантов еще недостаточно изучен от точных выводов правильно правильно артефакт нужно взять артефакт отлично ну как я говорил что это на за артефакт монолит артефакт многократно увеличивает общую скорость регенерации тканей организма после травм любой природы генерирует вокруг себя мощнейшее гравитационное поле которое локально снижает воздействие силы тяжести крайне радиоактивен но опять же у них свойства все плюс-минус одинаковые есть тут еще живность какая-нибудь ну походу их было всего лишь четыре да ну и ладно лес оказался не таким уж и страшным как я себе его представлял но задание мы с вами выполнили это самое главное у нас теперь два костюма дохренища артефактов причем многие из них наши что же давайте вернемся к доктору и поделимся с ним полученным результатом вот кажется все артефакты найдены потому что второй раз я туда не полезу удивительно вы принесли все нужные мне артефакты можете не волноваться второй раз вы точно туда не отправитесь по крайней мере только по своему желанию думаю сейчас вам необходимо обследование друг мой вы возможно ранены или что-либо еще обследование нашим научным сотрудникам полагается бесплатное лечение травмы возможных видов излучения включая радиоактивное поэтому не двигайтесь сейчас я проведу анализ так все готово теперь вы в полном порядке как будете готовы к следующему заданию сообщите у него по-прежнему в продаже нету нужных нам патронов но это опять же неважно он очень дешево берет все части вот этих ротанов так же как и стоп и снорков но возможно сейчас у него диалог появится артефакт энергия нам точно не понадобится его можно будет продать вот этот тяжелый бронежилет получается стоит 16 тысяч эта штука стоит 22 тысячи плюс-минус ну как плюс-минус этот лучше по всем характеристикам этот я просто вложил у него много денег я его улучшал так что я его продам так что там дальше то по контракту тогда без лишних слов к делу дело в том что в одном из тех мест где вы побывали также по словам очевидцев находятся необходимые мне документы одна из самых сложных составляющих этого задания понять что именно вам нужно найти поисты ников как я их ненавижу продолжаем за несколько дней до вашего прихода мне удалось запустить в действие специальное устройство позволяющие скажем так интегрировать энергию артефакта в брони костюм и этот комбинезон смог обрести невероятный уровень защиты который на данный момент ничем не пробить и вот совсем недавно мои сотрудники достали мне такое же устройство внешняя разница только в цвете камера для брони была синего цвета а это новая красная и как бы это прискорбно не звучало мне не удалось определить для чего она пригодна я пытался повторить эксперимент с бронежилетом но в результате бронекостюм просто уничтожился очевидно если синяя камера была создана для брони значит красная для оружия подумаете вы мы тоже так подумали попробовав поместить туда оружие но результат был тем же самым пистолет винтовка дробовик разряжены ничего не менялось оружие просто не становилось пригодным для использования а на месте ткани в бронежилетах образовывался лишь пекел и тут два варианта либо проблема в том что это устройство предназначено для чего-то другого либо либо я банально делаю что-то неправильно видите ли когда мне доставили камеру для изменения брони к ней также прилагалась инструкция по использованию есть вероятность что несмотря на схожую внешность обоих устройств функционируют и настраиваются они по-разному проблема лишь в том что ко второму устройству у меня нет инструкции поэтому я не знаю как работать с ним в тех документах что мне принесли есть информация связанная конкретно с синей камерой так что отчетливо говорится в самом названии про красные там ни слова это может означать что для ее функционирования прилагается уже другая инструкция так я думаю моя задача их найти именно есть очень высокая вероятность что они находятся там же где и находилась сама камера ведь синяя камера с документацией по ней находилась в том же месте в заброшенном здании на северо-запад отхода в бункер в этот раз у вас будет напарник который уже понял суть задания вы можете выставить свою стратегию как добраться до места как разделиться и как искать но помните что ваша работа найти там хоть что-то связанное с этим устройством так нужно запомнить заброшенное здание на северо-запад от входа в бункер от входа ладно допустим что нужно именно найти название документа примерно есть не думаю что у меня там будет время пересчитывать каждую найденную бумажку документация которая у меня сейчас есть имеет заголовок инструкция по использованию барокамеры cyan 4dn то есть ключевое слово барокамеры видимо это их научное название хорошо я выдвигаюсь это вам пригодится при обследовании места что нам там дал я даже не дослушал ну возможно допустим нам это пригодится говорит с напарником хорошо что мне нашли напарник на это задание чувствую что этот контракт в одиночку я не вижу заброшенное здание от входа на северо-запад от входа в бункер вход у нас вот здесь и на северо-запад ну логично подождите я просто нужно выйти наверное да северо-запад у нас находится вон там получается но никакого заброшенного здания я здесь не вижу так что сейчас мы будем искать нужно поговорить с напарником парнишка здесь уже стоит хруст значит ты будешь моим напарником можно и так сказать профессор говорит что в твоих интересах поскорее выполнить свой контракт поэтому я могу тебе в этом помочь когда выдвигаемся так подожди мне нужно еще кое-что подладить целых 80 тысяч так что мы можем настроить комбинезон все я по полному улучшил свой бренджилет вы просто посмотрите вот на этот столбик такие вот пироги и теперь мы просто киборг пойдем оказывается мы вопрос психики поговорить с напарником ну да я так и подумал северо-запад короче ладно неважно ну что идем странно что до зомбированных нигде нет даже останков я не заметил возможно это пробудились фантомы фантомы мы до сих пор не знаем откуда идут зомбированные но они все время оказываются возле того здания даже сталкер на вышках не могут засечь их появление одному из них стоит зажмотить или потереть оба глаза зомби вы разговорят по окрестностям но что еще страшнее после их убийства через некоторое время на их местах появляются полупрозрачные нематериальные существа ну которых мы позвали фантомами они обретают форму людей после чего начинают атаковать всех кого завидят их можно убить но это очень сложно и как ты понимаешь исследовать их нам еще не удалось интересно и кого вероятность их появления здесь ну если ты здесь кого-то убивал то сто процентов теперь поскольку ты знаешь что может нас ждать мы готовы двигаться да потопали зона не перестает меня удивлять честно говоря с каждым разом какая-то новая херня которую по стечению обстоятельств нужно уничтожить именно мне ладно и главное чтобы мой напарник выжил иначе я не смогу заняться поиском в одиночку это будет долго и сложно брат 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 куда ты так втопил короче это чудо техники снова вылетело это бах с каким-то трупом зомби а вот здесь у нас гуляют собственно те самые фантомы одного я убил нужно еще двоих не ну какие двоих целая стая так еще один где-то упал ну главное успевать их добивать вот падай куда ты пошел ну еще один готов ага с них можно что-то забрать да это что выверт вот я забрал с фантома выверт очень странная штука ну допустим так а с этого я забрал кристалл то есть получается с этих фантомов выпадают артефакты причем совершенно разные но такие дефолтные типа вот батарейка лунный свет ну сколько у нас у нас с минус 12 до минус еще минус 3 он дает можно в принципе навесить их на поиск я не знаю это интересно реализован на самом деле и вроде бы всех я обыскал вот так из себя чего упало ну с него упала сам обычная медуза допустим хорошо давайте поговорим я не хочу туда смотреть потому что очень диско про очень дико просаживается фпс я ничего не могу с этим делать пересохранение вообще никак не помогает давайте кстати сохранимся ты в порядке? вроде стимуляторы еще действуют по этому пока нормально ну что теперь давай определимся с чего начать поиски времени мало тут два здания со входами мы можем разделиться в таком случае я займусь зданием справа тебя а ты займись тем что спереди почему не наоборот спереди ближе и меньше у тебя стимуляторов почти не осталось ладно договорились будет и селектор надеюсь выберемся отсюда бывает здание не такое большое поэтому попробую найти что-то внутри в двери которые в двери которые не могу открыть ломиться ломиться смысла не вижу осмотрю комнаты и вернусь профессора один хрен не говорил что приносить результаты а один хрен не говорил что приносить результаты необязательно а то есть здесь сразу намек на то что можно вернуться к профессору ну хорошо я сделаю это без записи чем найду я включусь ну странное место рядом стоит какие-то сканеры аккумуляторы короче я вот зашел вот сюда вот и была какая-то странная фраза которая даже не успел вам собственно и показать но что бы это все значило ух ты а вот здесь есть вот такая вот надпись осмотреть стол какие-то документы интересно сейчас взглянем инструкция поиспользую бара камеры похоже мы нашли какие-то документы и судя по заголовку это именно то что нужно какая удача думаю можно возвращаться хотя кто его знает может в этом здании еще где-то что-то спрятано или джеки в голову взбредет отправить меня сюда третий раз за еще какой-то ерундой снова лезть сюда я не хочу поэтому лучше поищу что-то еще всякая ерунда разбросана куча трупов все растерзаны тщательно осматриваю каждую мне как-то неохота блин еще если бы вот не вот этот вот бак с трупом было бы все просто замечательно да да я еще не могу господи выйти просто давайте посмотрим может быть он еще что-то скажет видите я здесь уже точно ничего не будет вот такие вот надписи постоянно появляются я поэтому не хочу выключаться давайте попробуем заберемся наверх может он еще что-нибудь скажет нет здесь он к сожалению ничего не говорит третий этаж это по всей видимости место для исследования есть рычаг при взаимодействии с которым ничего не происходит даже не успел прочитать ну все ну что же здание осмотрел документы нашел думаю теперь можно возвращаться надеюсь хрустом там за это время ничего не случилось и он в полном порядке а он внизу вы хотите сказать или наверху наоборот куда ж ты забрался он тоже что-то нашел ну что как успехи ничего ничего не нашел не то что нужны документы даже какие-то записи а у тебя как нашел бумажки повезло профессору это именно те документы которые ему нужны отлично а я вот ничего не нашел только время впустую здесь потратить ладно главное что жив остался не расслабляйся нам еще выбраться отсюда надо да ты прав тогда идем да вперед пойдем вот эти аномалии противные я прям черт возьми что это за херня а они могут двигаться ноги не держат уничтожить источник сильного псевлияния где он а я понял где ты я его убил подожди я не понимаю как он бьет с такого расстояния отлично мы убили контролера не с первой попытки но какая разница главное что убили комбесы правда не херовые но а куда ты убежал то господи а чем я только думал соглашаясь на этот чертов контракт если это скотина еще раз меня туда отправит я просто лиму башку к чертовой матери хруст ты че ты че присел ты здесь черт возьми что это было ой блин если б я знал башка болит черт тебе гири мы точно оттуда выбрались в глазах до сих пор плывет но хоть не так сильно дааа выбрались если конечно так и дальше пойдет да ведь я виноват палец по сих пор я знаю что комбес не держит защиту рассчитывал только на эти стимуляторы хуйлы так а да это уже кончится блять не в комбезе тут дело хрусток а в контролёре кто знает что было бы не найди и не убей его вовремя ты ты смог убить того контролёра в этом поле в одиночку я сам не понимаю как это вышло тело как-то само двигалось ах сука повезло мне что я с тобой пошел на эту в любом случае мы живы это отлично давай скорее так и выляем до профессора я этот бункер будто сто лет не веду пошли вернуться к профессору да чуть чуть не убился наш братик но мы его спасли да ты нам очень должен очень сильно я вернулся документы при мне повезло тебе и даже больше чем нам с хрустом что произошло на вас лица нет уважаемый а ты удивлен отправил нас двоих на верную смерть мы на входе встретили контролёра для которого эти психические пытки лучше чтобы взять нас под контроль у меня до сих пор сука плывут в мозге от того что я пережил постойте постойте какой контролер я даже понятия не имел о том что там помимо зомбированных и неких фантомов про которые рассказывали сталкеры обитает кто-то еще я правда не знал что так выйдет если бы я знал я бы снарядил вас куда лучше я ведь тоже заинтересован в том чтобы получить результаты сближая риск потери людей к минимуму ладно ладно черт с этим документы я добыл вот как раз те которые тебе нужны документы у вас это отличные новости я сейчас же начну изучение а вы пока подойдите сюда мне нужно вот все готово теперь вы в полном порядке как будете готовы к следующему заданию сообщите он нам дал 7 500 вот эти все ненужные артефакты я продаю они нам точно не пригодятся патроны какие-то бесполезные опять же у него нужных мне патронов конечно же нет но благо нам пока хватает на жизнь честную что же ну давайте брать у него сразу же следующий контракт что-то дальше осталось не так много но теперь ваши задания станут по-настоящему сложными вам нужно быть очень внимательным чтобы банально выжить задания сколько их еще будет ближе к делу дело в том что в лесу которая находится недалеко от нашего бункера помимо водных монстров обитает еще один его еще никто не засек однако ротаны на такие нападения как минимум физически не способны тело попавшая в лапы этого мутанта обретает сильные порезы на уровне шеи кровососы что ли так вы уже слышали про этих монстров сталкеры про них рассказывали я предположил да это кровососы но проблема в том что в лесу их выследить практически невозможно и то же время нельзя выманить на открытый огонь охраны бункера они просто не вылезают за пределы леса более того вы первый человек который вышел из того леса живым с тех пор как монстра там засекли ну я там не нашел никакого монстра кроме ротанов ладно и что ты решил что у меня будет больше шансов его найти и убить мне очень нравится ваша черта понимать меня с полуслова ваше задание выследить и убить тех монстров которые не позволяют нам продолжать исследование аномальной зоны внутри леса поскольку это чрезвычайно важное задание провал которого недопустим я также отправлю с вами еще троих можете считать их временными напарниками хорошо прямо сейчас и отправляюсь поговорить с лидером группы нужно блин затариться патронами нужно вот что но здесь этого сделать негде анаконда брат ты остался скажем комбез вообще ни на капельку не показался удивительно правда и снаряжение кроме комбеза он нам в принципе улучшить больше ничего не может здорово парни подходи пообщаемся волк ты ли это выдвигаемся я подниму своих хотел бы я сказать что ты мне мешал с под ногами но сейчас не тот случай чем больше людей тем лучше не мешался смотри чтобы не вышло что я единственный выберусь оттуда это сейчас угрозу бросить пытался не забывай я твой временный напарник да и к тому же нас больше у кого санкции еще выбраться оттуда будут угроза нам кидать будет кровосос который там болоте обитает какой-то бессмысленный разговор ладно пора отправляться странные парни ладно пойдем пойдем конечно же предварительно мы сохраняемся как я люблю это делать на запись благо локация маленькая идти тут совершенно недалеко посмотрим что произойдет обсудить план с группой ну давай обсудим ротанов ты я уже здесь всех перебил вот мы и в центре леса новенький ты пойдешь вперед осмотришь местность а кто тебе тут главным сделал у нас у нас в принципе равные шансы на выживание ты тогда пойдет в университет нам нужно определиться кто как разделится лес хоть и небольшой но в нем все таки погибают сталкеры зачем разделяться вы тупые думаю кроссов с него думается напасть на весь отряд целиком вот долгий ты слишком много болтаешь если кроссов сейчас здесь то скорее всего он услышал в первую очередь тебя и ты пойдешь для приманки свобода ведь стоит левее всех поэтому ему удобнее будет следить за левой стороной чтобы оттуда никто не выскочил бандит будет стрелять за тылом я буду следить за тобой как монстр появится дам команду стрелять отлично мы взяли управляем свои руки ха 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 так ну давайте посмотрим как это будет все выглядеть задания реализованы классно тут не поспоришь когда две серии назад думал что сюжет уже закончился локация настолько маленькая что вот мы просто видим это очень странно просто видим как вот далеко стоят наши ребята и мы уже тут сейчас можем просто сдохнуть от непонятно чего так ну наш парень пошел первым под водой это конечно очень интересно смотрится ну давайте за ним внимательно наблюдать вроде бы пока ничего что блин может этот вообще смотрит в другую сторону ну понятно короче я пойду за ним нужно быть сюда в эпицентре всех событий я пока не никого не вижу никого не вижу нет 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 подождите я не могу так просто это то есть типа вы хотите сказать что у меня вообще нет никаких шансов знамен не побежит давайте просто я хочу проверить ну вот допустим но ну вот допустим но но он ничего нам сделать не может видите он просто к нам подбегает такой типа атакует да я понял ну ладно это беспорезно я так понял здесь по заданию другого варианта не предусмотрено если я сейчас же не вернусь в бункер это тварь и меня прикончат с остальными черт как я теперь усну после всего что произошло да профессор что случилось вы задыхаетесь что там произошло я юри унес оттуда ноги кроссов убил всех что как это могло случиться один из сталкеров пошел в качестве приманки через секунды его уже разваловано части кривосос все время скрывался и поэтому никто не мог его выследить и попасть я не успел оглянуться как все лежали мне еле удалось сбежать видимо я допустил огромную ошибку вместо того чтобы смотреть на уровень квалификации сталкеров я раздал каждому по брони жилету и надеялся что этого хватит но как оказалось опыт ничем не заменить мне жаль что все так вышло отдохните пока мне нужно обдумать что делать дальше попробуйте выспаться это поможет вам сбить стресс от пережитого блин боюсь после такого мне уже ничего не поможет не знаю может быть бутылка водки если только да вот такие вот пироги ну что я думаю будем заканчивать эту серию честно говоря думал что в этой серии мы уже закончим этот контракт но как видите все растягивается и растягивается заданий много заданий интересные задания разнообразные даже на такой маленькой локации они умудрились он разработчик Тонус 1 умудрился это сделать друзья ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал чтобы увидеть следующей серии ну а с вами как обычно был Арзо до встречи сталкеры